Силён не тот, кто власть познал, кто не зазнался и друзей не потерял, тот, кто средь денежного величия не смог пройти в потоке безразличия. Силён тот, кто падал на колени, но каждый раз вставал без лени и, плача от людского равнодушия, взрастила в себе ростки радушия. А счастье накрывает так внезапно, сродни рассвета, ярко и масштабно. Оно особенно приходит к сильным, даря улыбку, радость обильно. Счастливая, такая нежная и такая сильная Лилия Загриддинова. Она пишет стихи на трёх языках и короткую прозу. Вяжет изумительные изделия, преподает английский язык, обладает титлом «Самая обаятельная жемчужина 2014», который получила в республиканском конкурсе среди женщин с ограниченными возможностями. А в 2015 году победила в республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». В номинации «Пример года». Я считаю себя счастливым человеком, я считаю, что счастье есть в каждом дне, и мы сами наполняем свои дни радостными, увлекательными, интересными событиями. Счастливым делает сама жизнь, это наши родители, наши друзья, это любимая работа, любимое хобби. И, конечно, возможность самореализовываться и помогать другим своим личным примером, вдохновляя людей совершать какие-то добрые поступки и верить в себя, чтобы не случилось. На планете Земля проживает более 7 миллиардов людей. По приблизительной статистике насчитывается более 1 миллиарда человек с инвалидностью. Это почти 10% от всего числа проживающих на планете. Про людей с особенностями развития говорят, человек с ограниченными возможностями. Но это далеко не так, ведь мир полон безграничных возможностей для тех, кто хочет жить полной жизнью, даже если тебе все дается труднее. Как вы считаете, правильная ли фраза «человек с ограниченными возможностями»? У каждого человека, если вдуматься, ограничены возможности. Можем ли мы, допустим, летать? Нет. Можем ли мы совершить полет в космос? Это может не каждый. Необходимо очень правильно и грамотно выражаться о людях с особенностями здоровья. Так как когда мы говорим красиво, грамотно, у нас меняется сознание. А когда меняется сознание, меняются и поступки. Человек начинает делать больше поступков. Например, в Европе и в развитых странах Запада говорят люди с повышенными потребностями. На самом деле у каждого человека могут быть безограничные возможности. Мы можем реализовывать себя, мы можем заниматься творчеством, путешествовать. Единственное, людям с особенностями здоровья, с повышенными потребностями порой необходима помощь. Это вдохновение, это реализация себя, своего потенциала и, конечно же, принятие общества. Все мы плюс-минус между собой похожи. Все мы рождаемся, учимся и достигаем целей. Хотим быть признанными, иметь настоящих друзей. Реализовывать свой потенциал, быть любимыми, в итоге счастливыми. Мы встретились с некоторыми ребятами с ограниченными возможностями здоровья, которые дружат с нашей героиней и узнали, о чем они мечтают и что их делает счастливыми. Моя семья, мама, папа и моя сестра. Я мечтаю ездить по городам, я мечтаю себе завести котенка. Я мечтаю, чтобы был мир во всем мире. Я хочу рисовать картины, потом продавать их за, хоть и небольшие деньги, но все равно. И все эти деньги вкладывать в свою будущую семью. Ну, я люблю скал лазить и увлекать вот этим. С театром я играю, там колобка и рисую. Я бы хотела, чтобы в каждом городе было развито волонтерское движение. Люди с особенностями здоровья как можно больше выходили в общество. Здоровые люди не боялись бы и принимали людей чуть иных, возможно, по внешнему виду и с особенностями здоровья, чтобы они общались, дружили, встречались. Значит, есть все-таки такое явление в обществе, что боятся? Я думаю, что все люди разные, но, безусловно, есть свои сложности. Когда человек только что получил, допустим, травму, а инвалидность, он может сначала не знать, в какие здания можно попасть, будучи в инвалидной коляске. Он может просто растеряться, когда впервые выходит на улицу от того, что люди воспринимают его немножко иначе. И в этот момент общество своим отношением, добротой может ему помочь адаптироваться как можно скорее. Я бы хотела, чтобы здоровые люди и люди с повышенными потребностями могли наравне работать. Работать, учиться, путешествовать, также создавать семью и жить полной насыщенной жизнью, встречаться, ходить друг друга в гости. И чтобы не было карьеров ни в головах, ни в сердцах и ни в доступной среде. Как-то я задумалась, живя в своем родном городе Альмитиске, что я могу сделать для того, чтобы как-то изменить доступную среду и восприятие здоровых людей для людей с особенностями здоровья и особыми потребностями. Я начала сама больше выходить в свет. Где не было пандусной недоступной среды, я писала культурные обращения и просьбы. В свою очередь это вдохновило тоже мам, особенно детей. Ко мне подходили люди и говорили, что они стали больше выходить на улицы, они уже не смущаются, не теряются. Также я оказываю по мере возможности психологические консультации, советы. Также мы проводим инклюзивные мероприятия. Это походы в музеи, концерты, детские праздники. Все это направлено на инклюзию для того, чтобы у детей было больше уверенность в себе и они могли реализовывать себя. Иногда, когда человек здоровый видит впервые человека в коляске или с палочкой, люди могут просто растеряться. Некоторые могут показывать пальцем. Это просто для них может быть первый опыт. И это не значит отсутствие культуры. В этот момент я все время говорю, что нужно просто улыбаться, иногда помахать рукой. А здоровые люди и дети, и подростки могут помочь тем, что они просто подойдут познакомиться и договорятся с человеком. Ведь все мы люди, все мы разные, но все мы похожи. Сегодня мы решили спросить жителей нашего города об их готовности общаться с людьми с ограниченными возможностями. Вопрос. Как вы относитесь к общению с людьми с ограниченными возможностями? Если вы на улице, на лекции, на вечеринке видите ровесника с ДЦП, что вы сделаете? Деликатно отведете глаза, вступите в коммуникацию с такими людьми или почувствуете неловкость? Сложный вопрос, но максимально положительно, нейтрально. Максимально тоже положительно. Если он захочется коммуницировать, я тоже буду коммуницировать. Если нет, то просто нейтрально относитесь. Вот смотрите, у нас там сидит прекрасная девушка Лилия. Если вы хотите, вы можете ее обнять, пожать руку или поприветствовать. Да, без проблем. Даже не могу сказать, такой ситуации ни разу не находилась. Ну, считаю, что такие же люди, как и мы, и в этом ничего страшного нет. Если нужна будет помощь, я ее окажу. Не могу, конечно, представить себя в такой ситуации, но если мне представится возможность столкнуться с таким человеком, то я попрошу, не нужна ли моя помощь и могу вступить в диалог с ним. Посмотрите, у нас там сидит замечательная девушка Лилия. Если вы хотите, вы можете подойти, обнять, либо поздороваться, либо пожать руки. Вступишь в коммуникацию с такими людьми или почувствуешь неловкость? Я, скорее всего, начну с ними общаться. Вот смотри, там у нас есть прекрасная девушка Лилия. Если ты хочешь, ты можешь подойти к ней, пожать руки, поздороваться или обнять. А можно? Да. Пойдем. Наш небольшой эксперимент показал, что есть разные мнения. Некоторым общение с людьми с особенностями не доставляет никаких проблем и даже вполне комфортно. Вот и ученики нашей школы телевидения Телешко недавно познакомились с ребятами с ООВЗ в рамках проекта «Дети-дети». Они провели им обучающее занятие и сняли с ними целый проект в главной роли. Наши новые друзья были весьма талантливы, многогранны и успешны. Они всероссийские чемпионы спортивных игр. У них очень много хобби, увлечений и друзей. Очень позитивны и открыты. Ясмин Мусина, Раиль Зайнулин. Специально для школы телевидения Телешко.